Здравствуйте! В эфире новости на ОТВ Серпухов. В студии Олеся Кенфеева. Сегодня в выпуске. Смотрите. Сезон ремонтов в учреждениях образования в разгаре. Серпуховичка Валерия Озерная стала лауреатом заочного конкурса Всероссийского фестиваля авторской песни «Гренландия». В образовательных учреждениях продолжаются ремонтные работы. В дошкольном отделении «Кораблик» гимназии номер один идет замена полов и труб канализации. А в детском саду поселка «Авангард» ремонт кровли. В дошкольном отделении «Кораблик» гимназии номер один полным ходом идет ремонт. Сейчас рабочие вскрывают пол в групповой ячейке. В 2020 году групповые ячейки номер пять стали замечать, что мокнет стена. Это вызвало озабоченность, озадаченность. Искали причину возникновения вот этого намокания, но не могли ее найти. В 2021 году было принято решение провести строительную экспертизу по установленным причинам намокания стены и уже к тому времени начала гниения пола в групповой ячейке. По результатам экспертизы были выявлены трещины в трубах канализации. В этом году составили смету по ремонту полов в игровой комнате, спальне и медицинском кабинете, а также замене труб. Работы проводятся под руководством Управления по обслуживанию и ремонту объектов социальной сферы Серпухова. В детском саду в поселке «Авангард» тоже начался ремонт. Здесь производится демонтаж кровеного покрытия, стяжки, керамзита старого. То есть весь старый материал, который находится, он будет демонтирован. У нас произошли очень сильные протечки практически во всех помещениях, в результате чего мы долгое время не смогли в полном объеме работать, принимать всех детей. По списку детей в детском саду 73 человека. Сейчас дети находятся в других образовательных организациях городского округа, либо в отпуске дома. Ремонтные работы в обоих дошкольных учреждениях планируют завершить до конца августа, чтобы каждый ребенок мог вернуться в свой детский сад. Летний сезон открыт, места отдыха у воды требуют особого внимания. Дети в зоне повышенного риска. Спасатели дежурят у воды на Ногинском пруду и у медсанчасти номер 8, чтобы предупредить несчастный случай. Ежедневно служба спасения Юпитер проходит мониторинг водоема городского округа Серпухова. Проверяем на наличие табличек безопасности поведения отдыхающих. Так как показано, сказано, у нас, к сожалению, нет мест оборудованных для купания. Данный водоем и водоем на Ногинке является местом отдыха у воды. Дежурство осуществляется каждый день с 9 утра до 9 вечера. Дежурство происходит в составе двух спасателей. Порядка 4-5 метров глубина, которая ближе к дамбе находится. Много деток купается. В основном даже больше, я бы сказал, что дети. Это там до 15 лет много, до 16. Оставлять детей у воды без присмотра взрослым не стоит. Если вы стали свидетелями несчастного случая или видите угрозу для жизни и здоровья людей, сообщайте по номеру единой дежурно-диспетчерской службы 112 или аварийно-спасательной службы Юпитер. В Серпухове подростки вышли на очередной субботник. На этот раз ребята из летнего лагеря труда и отдыха при Центре по профориентации и трудоустройству молодежи очистили от мусора береговую зону озера Болотон на улице Пионерской. Это полезный очень труд, потому что убрав однажды, не нассоришь уже никогда сам ни в этом месте, ни в другом месте. Поэтому для них польза двойная. Хочется, чтобы на самом деле наша природа, которую мы должны беречь и окружать, находилась в чистоте. В этом году около излюбленного серпуховичами места отдыха подростки собрали гораздо меньше мусора по сравнению с прошлым. Всего четыре мешка. Серпуховичка Валерия Озерная стала лауреатом заочного конкурса Всероссийского фестиваля авторской песни «Гренландия» в номинации «Исполнение песен из репертуара Иосифа Кобзона». Моя коллега Инна Шенина пообщалась с вокалисткой. Для конкурса Валерия Озерная выбрала песню из репертуара Иосифа Кобзона «Довоенный вальс». Годы прошли, и от глаз окном тень вечер, В мокрых портретах друзья молчали. В памяти нашей сегодня вечер Все не живы, все не живы, все не живы, все не живы, все, все. Каждая песня – это маленькая жизнь, которую артист проживает на сцене. Кроме голоса и актерских данных, важно, чтобы композиция нравилась самому вокалисту, трогала его душу. «Песня «Довоенный вальс» – это песня из репертуара Кобзона. Очень красивая композиция, мне она очень нравится, ее редко исполняют. На случайно в мой репертуар попала, эта песня обратила мне внимание. Запись этой песни была сделана на концерте в ДК «Исток», в нашем посвященном битве под Москвой. Валерия окончила третью музыкальную школу в Серпухове по классу скрипки и выбрала музыку делом своей жизни. Окончила музыкальный колледж в Химках, а потом с отличием Академию имени Гнесиных по классу вокала – академическое пение. Просилась я сама музыкальную школу, родители очень уговаривала именно пойти на скрипку. Мне очень нравился этот инструмент. Я даже в детстве, в возрасте пяти лет, вырезала из бумаги скрипку. Училась я у заслуженного работника культуры Ирмы Евгеньевны Туровской, которая научила меня всему. Вокалом стала заниматься гораздо позже, уже во взрослом осознанном возрасте. Я познакомилась с Натальей Владимировной Гавриловой. Судьба свела нас с этим замечательным педагогом. Валерия Озерная руководит вокальной студией «Вива Лавочи» – Дворца культуры Исток. У нее занимаются 15 мальчишек и девчонок, среди которых и Александра Самойлова. Не дать нам, не теряй, не теряй свои мечты. В июле в Кировской области на фестивале «Гренландия» пройдет галоконцерт, на котором выступят известные артисты и наша серпуховичка Валерия Озерная. Закон о несостоятельности распространяется почти на все типы долгов, в том числе по кредитам – ипотечным потребительским автокредитам. Перед тем, как решиться на процедуру банкротства физического лица, стоит изучить все «за» и «против». А еще лучше познакомиться с реальными историями людей. Заново научился улыбаться и строить планы на будущее. Сегодня Константин не на консультации, просто зашел в гости к юристам. Угостить конфетами. Он делает их сам из молока, орехов, фиников. Бизнес небольшой, но для души и приносит капитал. Несколько лет назад Константин Князев был предпринимателем. Прогорел, пришлось дело закрывать, набирать многомиллионные кредиты, не справился с ежемесячными платежами и практически отчаялся. Знакомый посоветовал не впадать в депрессию, а действовать грамотно. Вот так Константин стал клиентом компании «Банкротсервис». Прежде чем сюда подойти, я, по-моему, 2-3 компании обошел. То есть я в Москве был в каком-то офисе. Ну и внутреннее состояние такое у меня, знаете, чуечка, так скажем, подсказало, что эта компания надежнее проходила консультацию непосредственно у Антона, директора компании. Он показался таким, ну, достаточно честным, надежным человеком и все грамотно объяснил доходчиво. Теперь 40-летний Константин, как и раньше, имеет банковские карты, свободно распоряжается заработанными деньгами, может выезжать за границу. И просто жить, а не бояться. Он никому ничего не должен. Услуги юристам заведение процедуры банкротства оплатил. И эта сумма в сотни раз меньше той, что когда-то он был должен по кредитам. Сумма фиксированная для всех клиентов компании. Классическая история у Александра Семина. Не ладилась на работе, набрал разных кредитов. Одна проблема потянула за собой другую. Сначала с платежом в 25 тысяч в месяц удавалось справиться, а потом она стала непосильной ношей. Александр сменил номер телефона, чтобы не нашли его ни банки, ни коллекторы. Но спрятаться не получилось. Выход нашел, обратился в банкротсервис и решился на процедуру банкротства. 1 марта суд признал его банкротом. Легче стало. Уже и никто не названивает, никаких ни писем, ни смс, ничего не приходит. Все стало хорошо. Право стать банкротом закреплено за гражданами положениями федерального закона номер 127, действовать которые начали с 1 октября 2015 года. Человек пришел к нам на процедуру банкротства, мы проводим консультацию, понимаем, что ему процедура подходит. В данном случае важно понять, делал ли он платежи перед процедурой, не просто ли пытается избежать ответственности по кредитам, внеся один платеж, а то, что он длительное время, пока мог, регулярно наносил платежи. И самое важное, не совершал каких-либо сделок с имуществом, которые могли бы нанести вред процедуре. Например, продал имущество накануне, деньги направил не кредиторам, а просто утаил. Если в этом плане у нас все в порядке, значит, мы берем клиента на процедуру и можем гарантировать ему успешные результаты. Юрист готовит документы для подачи заявления в арбитражный суд, далее представляет интересы клиента на заседаниях. С момента первичного обращения в компанию до признания человека банкротом проходит почти три месяца. Далее сама процедура банкротства – шесть месяцев. В результате банкротства долг гражданина перестает расти, прекращается начисление процентов, пеней и штрафов. И по окончании процедуры он списывается. Какие у нас основные страхи наших клиентов? Это, конечно же, то, что происходит после процедуры в основном. Это ограничение на выезд за границу, как многие думают, его на самом деле нет. Это ограничения, связанные с возможным доходом в будущем, что якобы процедура банкротства – лишь временная отсрочка по платежам, в дальнейшем все это возвращается. Это тоже неправда. Ограничения, связанные с возможностью пользования пластиковыми картами, расчеты, переводы, снятие наличных – это все точно так же доступно, как и до процедуры. Также, что ответственность может перейти на близких родственников, на детей, например. То есть это также заблуждение. Что конкретно подходит для должника в его ситуации, а что нет, расскажут детально профессиональные юристы компании. На сегодняшний день у банкрот-сервис уже более двух тысяч завершенных дел в пользу клиентов. Офис компании расположен на четвертом этаже дома быта на улице Ворошилова. Выйти из сумрака. Сотрудники отдела ГИБДД провели очередной рейд на дорогах Серпухова. Еженедельно на территории Серпуховской госавтоинспекции проводится профилактический рейд-тонировка, направленный на пресечение управления транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств. По ГОСТу лобовое стекло должно иметь светопропускание не менее 75%, а боковые не менее 70%. За время проверки выявили 9 автомобилей, на которых установлены стекла, покрытые прозрачными цветными пленками. Все водители сняли тонировку на месте. Вы пока устраняете, я пойду пока писать. Госавтоинспекторы напоминают, допускается применять только жалюзи и шторки на задних стеклах легковых автомобилей при наличии с обеих сторон наружных зеркал заднего вида. Практика показывает, что нередко именно из-за чрезмерно тонированных стекол возникают аварийные ситуации. Чтобы их не допустить, машины должны соответствовать техническому регламенту о безопасности транспортных средств. А на сегодня это все. Далее прогноз погоды. Еще больше новостей читайте и смотрите на нашем сайте, на сайте администрации, в социальных сетях. Будьте в курсе событий. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 -"Натяжные потолки от установщика номер 1 нашего региона студии Парсек это более 10 лет работы на рынке натяжных потолков, профессиональные монтажные бригады, собственное производство, контроль качества на всех этапах изготовления и установки, гарантийное и постгарантийное обслуживание, обоснованное обслуживание, обоснованное обслуживание. Обоснованная цена и все виды материалов, существующие на рынке. Натяжные потолки от студии Парсек. Доверяйте профессионалам. Бесплатный выезд технолога вы можете заказать по телефону 76 48 48, код города 49 67. Звоните прямо сейчас и получите дополнительную скидку. Субтитры создавал DimaTorzok